И теперь о событиях дня подробнее. Благое дело привело к скандалу, причем в масштабах ни одного города. Поводом стала акция «Миллион мелочи» у одного из благотворительных фондов Иркутска. Конфликтующие стороны выслушала Лада Рыбакова. Кому копейки, а кому шанс на человеческое общение. Каждая монетка может поддержать больных ребятишек-сирот в больницах, решили организаторы акции «Миллион мелочи». И расставили по магазинам и учреждениям специальные банки, больше двухсот штук. Есть медперсонал, но медперсонала не хватает, и поэтому очень важно, чтобы с маленькими ребятишками находились няни, которые как раз сопровождают их на операции, которые ухаживают за ними после операции. В связи с тем, что не хватает рук, и наши няни очень по-доброму, так по-матерински еще и к ним относятся. Материнскую заботу иркутяне оплачивают второй год подряд. В прошлом собрали 250 тысяч рублей. Сколько в этом пока неизвестно, но причастные к сбору заметили. Тех, кто сомневается, отдавать мелочи или нет, стало больше. Все, знаете, реагируют по-разному. Все некоторые не доверяют, что думают, что не дойдут эти деньги до нужного адресата. Причины недоверия не только иркутян, всех жителей страны, можно легко найти в интернете и на центральных каналах. Например, недавно на Камчатке горожане с помощью полиции вывели на чистую воду двух молодых людей, которые расставили ящики для пожертвований в торговых центрах. Правда, оказалась только история больного ребенка. Сборщики денег – обычными мошенниками. Вот и журналист, которая готовила сюжет об иркутской акции «Миллион мелочью» для федерального канала, на всякий случай проверила больницы и дома ребенка, с которыми сотрудничает фонд. Возникли вопросы. Благотворительными фондами в нашей больнице руководство, координацию осуществляю я, как главная медицинская сестра. Но вот в течение года, даже больше года времени уже прошло, представителей Байкальского солнышка я не видела. И вот связь вот таким образом потеряна. На протяжении двух лет, даже уже двух с половиной, няни у нас детей, то есть дети, которые нуждались в госпитализации в Иркутской больнице, это в Иркутскую областную больницу и в кардиохирургическое отделение областной больницы в юбилейном, у нас няни сопровождали постоянно детей. Но с 1 января этого года у нас пока сотрудничество на этом фоне у нас прервано, в связи с какими-то финансовыми, видимо, затруднениями. На финансовые затруднения ссылается и руководитель фонда Елена Почаева. Денег от благотворительных акций хватает не на весь год и не на все дома ребенка. Вот и получается, где-то по няням успевают соскучиться. Главное доказательство работы нянь и благотворительного фонда – не документы, хотя и они есть, а живые свидетели, охранные медсестры. Мимо них к детям никак не пройдешь. Сотрудники организации, которым мы данные услуги оказываем, лично знакомы с нашим персоналом. Вся информация по итогам акции, которую мы с нашей комиссией подсчитаем и оформим, будет размещена в первую очередь, естественно, на сайте и в фейсбуке, на наших страницах с подробным отчетом. В принципе, там мы на сегодня все наши акты наших партнеров публикуем и суммы. Строгая отчетность некоммерческих организаций до сих пор в российских законах не прописана. Сетует уполномоченный по правам ребенка региона Светлана Семенова. Вот и случаются такие казусы. Хорошие дела и полезные акции могут превратиться для их создателей в головную боль. Я вижу только информацию непосредственно от самих фондов, куда поступили деньги. И на мой взгляд, она все равно проверяемая. То есть в любом случае любой человек или любой орган, который заинтересован в получении ответа, он может официально запросить, куда были направлены деньги, и проверить информацию, которая публично предоставляется. Отстаивать свою правоту публично сотрудники фонда намерены вплоть до суда. Уже работают с юристами, чтобы собрать доказательства целевого расходования средств. Боятся только одного. Подобные разбирательства могут отбросить тень на другие проекты фонда, а их немало. Доверие – это не мелочь. Зарабатывается годами, а вот потерять его можно легко. Именно поэтому сотрудники фонда не прекращают работу и уже составили график работы нянь на ближайшие пару месяцев. Потому что считают, что дети, которые находятся в больницах, не должны оставаться заложниками ситуации. А горожане не должны разочаровываться в своих добрых делах. Лада Рыбакова, Александр Дудин. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова